После того, как мы обсудили, что левая свертка делает, настала пора ее реализовать. Давайте посмотрим на реализацию. Вот перед нами левая свертка, типа, и мы уже обсудили. Сворачивающая функция имеет переставленные аргументы по сравнению с правой сверткой. Левая свертка, как и правая свертка, определена через сопоставление с образцом на списке. Функции f и значения in не меняются. А в случае пустого списка мы по-прежнему возвращаем инициализирующее значение. Это вполне естественно. Ничего другого на пустом списке мы сделать не можем. В случае же, когда список не пустой и разбивается на голову и хвост, а левая свертка реализуется так. А она, рекурсивный вызов левой свертки происходит сразу же. Она вызывается на той же самой функции. На хвосте списка, поэтому это действительно уменьшающийся список, и он завершится завершением элементов в списке. И, наконец, в качестве нового инициализирующего значения для следующего вызова левой свертки служит свертка с помощью сворачивающей функции предыдущего инициализирующего значения и текущего элемента головы списка x. Это действительно соответствует тому, что мы делаем в вызовах левой свертки. Действительно, давайте посмотрим, какую последовательность редукции в Хаскеле вызывает такая левая свертка. Возьмем наш стандартный пример. Берем левую свертку с помощью неспецифицированных функций f и инициализирующего значения ини на списке 1, 2, 3. А первое, что делает левая свертка, она выполняет сопоставление с образцом, проверяет, пустой список или не пустой, обнаруживает, что список не пустой, использован конструктор двоеточия. Поэтому используется второе уравнение в определении левой свертки. И мы сразу же получаем fold, f и ини не меняются, а в качестве x и xs мы должны взять, соответственно, голову имеющегося здесь списка и хвост. Голова оказывается здесь, хвост оказывается здесь в качестве параметра. Мы видим, что левая свертка после однократной редукции, то есть однократной подстановки, опять превращается в левую свертку. У нас головной редекс, который сокращается в хаскеле, это опять fold. Поэтому, в отличие от предыдущей случая, где правой свертки, где мы давали поработать функции f, здесь раскрутка этой левой свертки продолжается до тех пор, пока список не кончится. Fold на вот таком вот списке, с таким вот новым инициализирующим значением, раскрывается. Поскольку список опять не пустой, опять у нас вместо используется вот это вот выражение, опять остается fold f. Дальше у нас присутствует вот это вот выражение, но вместо инициализирующего значения у нас поставляется f и не один, а вместо x подставляется двойка. Вот тут у нас вызов f и не один, это новое инициализирующее значение, а вот это двойка вместо x. Таким образом у нас сформировалось вот такое вот новое инициализирующее значение, оно становится все больше и больше в процессе нашей свертки. И дальше опять не пустой список, опять у нас изменилось инициализирующее значение в следующем вызове. И наконец вот оно стало таким, и это фактически уже результат, потому что у нас, дальше у нас fold вызывается на пустом списке, срабатывает вот это уравнение, которое возвращает нам просто инициализирующее значение, которое здесь у меня выглядело. Вот результат левой свертки, в отличие от предыдущего случая folder, где мы немножко сжульничали и выполняли редукции не так, как это происходило в хаскеле. Здесь все происходит в полном соответствии с тем, что в хаскеле требуется. В итоге у нас получается вот такая вот цепочка вычислений. Это ровно то, чего мы требовали от левой свертки на прошлом степе. Мы как раз сказали, что левая свертка должна работать именно таким образом. Но здесь мы сразу же сталкиваемся с некоторой неэффективностью левой свертки. Действительно, если у нас огромный список, то левая свертка в процессе работы с этим огромным списком создаст огромное отложенное вычисление, огромный ханг. Если здесь был миллион элементов, то вот это все будет не вычислено. Поэтому версия левой свертки, которая зовется fold, крайне не рекомендуется к использованию в хаскеле. Для левой свертки есть строгая версия, которая обычно в хаскеле и используется.